Приветствую вас. Я бы на самом деле здесь вам предложил бы в большей степени, наверное, посмотреть на себя, на свои, может быть, реакции, на свои, может быть, чувства. Дабы несколько лучше понять, что вам хочется, что вам нужно и всё вынуждать, потому что, на мой взгляд, несколько хаотично, несколько беспорядочно вы двигаетесь в контексте своих взаимоотношений. С девушкой хе-хе, вот, и связано это со следующими моментами. Значит, вы пишете, что... Познакомились с девушкой, она вам понравилась, легко стала общаться, очень хорошо, каждый день переписывались, что на сообщении на 8 марта и ещё как-то вы отправляете ей букет цветов в оба раза, она вас узнаёт и благотворит, в середине лета надоело бегать за ней. Но проблема в том, что я не вижу, что вы за ней бегали. Вы просто общаетесь, вы просто посылаете ей цветы и всё. На мой взгляд, по какой-то причине, здесь вы решаете, что девушка вам что-то должна. Когда вы говорите, что вам надоело за ней бегать. Она вам ничего не обещала. Как мне кажется, решение подарить ей букет цветов и так далее, это ваше решение. Девушка вас об этом не просила. И, как бы, ну, на мой взгляд, немного странно. То, что вы, вот, говорите, что вам надоело за ней бегать. То есть, получается, что уже на этом этапе вы делаете, поступаете так, как вам не очень нравится. Уже на этом этапе вы действуете так, как вам, может быть, действовать не совсем хочется. Как вам тяжело, трудно, дискомфортно и так далее. Действовать. Действовать. Ну, в таком случае вопрос. А ради чего? Ради девушки ли вы это делаете? Почему, условно говоря, общение или привет цветов вы воспринимаете, как бегание за ней? Может быть, это, может быть, это, ну, просто общение? Могло бы быть это простым общением. Могло бы быть это простым взаимодействием между вами. Например, не обязательно, как, ну, не обязательно, как потенциальный пар. Тут, вот, мне кажется, это, ну, как минимум, странно, немного. Как минимум, мне кажется, это тем, что вы делаете, ну, в обход, в фибра, наверное, что ли. Как минимум, мне так вот кажется, как минимум, что вы это делаете, ну, в какой-то степени, да, там, в обход себя. Ну, то есть, вы действуете так, как вам трудно, как вам тяжело действовать. Вот, и мне кажется, кажется, что эта позиция, она делает вас абсолютно необоснованно, а удивительным в этой ситуации. И оснований для того, чтобы вам быть удивительным. Ну, наверное, наверное, оснований для этого, мне кажется, кажется, больше нет, чем есть. Именно оснований. То есть, вот, оснований для того, чтобы вам быть уязвимому здесь. Фактически нет. Фактически. Этих оснований нет. Но вы, как мне кажется, ну, вот, вы, на мой взгляд, на мой взгляд, вы вступаете в, значит, ну, вот такую связь, вы вступаете в такие отношения, вот, и мне кажется, что в этом, ну, есть, как бы, основная сложность вашей ситуации. Мне так, опять же, повторюсь, мне так кажется, вот, то есть, ну, понятно, что девушка-то вы ничего не должны, и девушка вам ничего не должна. Да, мне кажется, что тот факт, что она, эээ, принимает от вас, ээ, подарки, вами воспринимает, скорее-таки, как, эээ, ну, как то, что она вам что-то должна, или что-то обещала, нет. А вот, кроме того, вы, эээ, ну, вы не пишете о том, эээ, что, ну, что вы говорили ей, например, о том, что она вам, ээээ, значит, ну, ээээ, нравилась там. И так далее. Вот. То есть, ну, как бы, эээ, нет такого. Понимаете, понимаете, да? Вот. Вот. Нет, такого нет. Вот, мне кажется, в этом основная, эээ, сложность. Мне так кажется, повторюсь. Дальше вы, вы, вы говорите про френд-зону, вот, ну, что она вам, эээ, говоришь и говорит про френд-зону, вот, и, соответственно, ну, как бы, ээээ, соответственно, ээээ, здесь, эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ тем по факту, что вас девушка интересует только как представитель своего гендера. Именно просто как женщина и все. При том, что у нее помимо этого есть еще и чисто человеческая черта, а вот как человек интересует ли она вас как человек, это вот, на мой взгляд, большой вопрос. Судя по тому, что пишете вы, не очень интересует она вас как человека. Я вас не обвиняю, вы поймите пожалуйста, я не хочу вас обвинить, я просто говорю о том, что вы устраиваете такие отношения, к которым девушка может быть готова или вы выбираете такую, такого точнее партнера, который не совсем соответствует ну вот тем ценностям в отношениях, которых придерживаетесь вы. Это нормально, я хочу, чтобы вы в этом просто отдавали себе отчет. Это как мне кажется важно. Вот. Значит, если вы понимаете конечно, что я имею здесь в виду. И соответственно не желаю общаться с ней никак. Кроме как в позиции представителя гендера, вы конечно очень сильно, на мой взгляд, ограничиваете способы взаимодействия с человеком. На мой взгляд, это происходит совершенно необоснованно и на мой взгляд, это очень сильно принижает как бы человека. Вот. Дальше, вы говорите о том, что вы ссоритесь с девушкой с нифига. И здесь я не могу с вами согласиться, потому что не совсем нифига вы не ссоритесь. Дело в том, дело в том, что вы поссорились с девушкой по довольно таки простой, как мне кажется, противопричине. Причина заключается всего лишь в том, что вы себя сдерживали. Вы себя сдерживали и вы себе не позволяли быть собой. Вы себе не позволяли быть естественным с ней. Ну вот. И это, наверное, одна из основных проблем, на которые я хотел бы обратить ваше внимание. Вот. Потому что, ну, мне кажется, это достаточно важно. Вот. То есть вы игнорируя, игнорируя себя, да, игнорируя себя. Игнорируя свои чувства, то, что вам там хочется и так далее. Вы себе достаточно сильно вредите. Вот. И, значит, ну, такая вот история. Вот. В принципе, вот здесь. Поэтому я могу, значит, вам дать вот, собственно, такой ответ. Которую, ну, вот, с точки зрения психологии, психотерапии. И разобраться нужно сначала, как мне кажется, с этим. Вот. И уже потом, уже потом, можно будет думать, как вам поступать и в каком направлении вам двигаться в этой ситуации. Вот. Ну, чтобы лучше основать свои решения. Которые вы предпринимаете по ходу, вот, своих действий. Ну и так далее. Я думаю, вам, значит, с вами просто. А потом будет легче, вот, и свободно. Вы не будете тратить вот таких, ну, больших усилий для, значит, ну, того, что... Чтобы добиваться тех желаний, тех, ну, реализации тех потребностей, которые вам нужны. Такой ответ я могу вам дать. Такой ответ я могу вам дать с точки зрения психотерапии. А, вот. Так. На этом всё. Я надеюсь, что вам мой ответ был полезен. Надеюсь, что вы, значит, сделаете до суда выводы. Надеюсь, что мой ответ по способствует появлению у вас обратной связи. Реализация, значит, которая позволит вам начать психотерапию. Вот. Такая, такая вот история. А вот на этом, я думаю, можно закончить мой ответ. Удачи вам. Всего самого доброго. Продолжение следует... Продолжение следует...